Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Тюльпаны Муша в Западной Армении как источник дохода. Премьер-министр Республики Армения примет участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Глава МИД Китая посетит Армению. Дамаск подвергся ракетному отстрелу со стороны голландских высот. Анкара поддерживает борьбу Пекина с сепаратистами в Сен-Тиане. В Пилете пройдет традиционный вартатон, посвященный Саят-Нове. Сегодня Международный день музеев. В Муша Западной Армении уникальные в своем роде тюльпаны считаются символом этого региона по своей красоте и цвету. В рамках проекта развития тюльпанов Муша члены рабочей группы будут собирать луковицы. В связи с этим вице-президент университета Муша Ясар Карадак отметил. Мы думаем о включении тюльпанов Муша в культуру, собирать и продавать уникальные луковицы тюльпанов Муша. Мак скоро станет источником дохода для Муша. Таким образом, этот проект направлен на то, чтобы сделать тюльпаны, которые естественным образом растут на полях Муша, источником дохода. Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Об этом Армен Пресс сообщил пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян. Международный экономический форум в Санкт-Петербурге состоится с 6 по 8 июня. Это особенное мероприятие в мире экономики и бизнеса. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года при участии президента России. Она является платформой для контактов между высокими политическими представителями разных стран мира, а также между руководителями мировых организаций. В рамках форума будут проведены крупные бизнес-встречи, экономические встречи, круглые столы, обсуждения с участием представителей бизнес-сферы. Глава Министерства иностранных дел Китая Ван Ии в мае посетит Армению. Об этом корреспонденту новости Армении Ньюс Эйем сообщила пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян. Напомним, что ранее Китай посетил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Видео ударов по столице Сирии со стороны контролируемых Израилем оккупированных голландских высот опубликовано в сети. Ранее стало известно, что сирийское ПВО сбило несколько ракет. По данным военных источников САНа, они были выпущены с контролируемых Израилем оккупированных голландских высот недалеко от практически разрушенного и заброшенного города Эль-Кунейтра. На данный момент официальной информации о том, кто запустил снаряды, нет. Отметим, в пятницу источники в сирийских спецслужбах сообщили Федеральному агентству новостей о новых планах Израиля по дестабилизации ситуации в Сирии. Тель-Авьев планирует в скором времени ударить сразу по двум районам Арабской республики. В частности, по данным источника, израильтяне готовятся провести авианалет на объекты сирийской арабской армии и ее союзников в предместях Дамаска. Кроме того, как передавали источники, израильские спецслужбы поручили подконтрольным банк-круппом Джебхат Ан-Нусра совершить нападение на стратегический пункт размещения бронетанковой части правительственных войск Сирийской Арабской республики в провинции Хомс. С визитом Пекин посетил первый заместитель министра иностранных дел Турции Седдат Оннал. Встречу с ним провел глава МИД КНР Ван И, высказавшийся за упрощение двусторонней стратегической координации, а также укрепление политического доверия и сотрудничества Синьхуа. В ходе переговоров китайской стороной был поднят вопрос об уважении Анкарой важнейших коренных интересов Китая, связанных с борьбой с террористическим подпольем в Синьцянь у игуртском автономном районе КНР. Турецкий гость заверил собеседника поддержки усилий Китая по защите единства страны и противодействию террористическому экстремизму, а также в готовности его страны к укреплению взаимодействия по важнейшим вопросам двусторонней и международной повестки. Напомним, что 29 декабря 1917 года Советская Россия приняла декрет о Турецкой Армении и Западной Армении, и по этому декрету право армянского народа на самоопределение и в дальнейшем на независимость. 19 января 1920 года Верховным Советом Союзных Держав де-факто, а 11 мая 1920 года во время конференции в Сан-Рема де-юре была признана независимым и суверенным государством. 22 ноября 1920 года президент США в Удро Уилсон начертил границы Армении. Следует отметить, что Западной Армении не была признана Организацией Объединенных Наций из-за ее оккупации Турцией. Напомним также, что в 1894 по 1923 годы на оккупированных территориях Западной Армении коренной народ Армении подвергся геноциду тремя турецкими правительствами. 19 мая в 11.30 в Тбилиси возле Армянской церкви Святого Георга, адрес Вахтанг Горга Сали, номер один общественной организации «Союз грузинских армян» проведет традиционный вартатон, посвященный Саят-Нове. Мероприятие пройдет при поддержке мэрии Тбилиси и посольства Армении в Грузии, Тбилисского государственного армянского драматического театра имени Петроса Адамяна и учебно-культурного центра Айаратюн епархии Армянской апостольской церкви в Грузии. Вартатон, посвященный Саят-Нове, впервые будет представлен в рамках фестиваля. Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник – Международный день музеев. Он появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев ИКОМ – International Council of Museums – было принято предложение российской организации об учреждении этого культурного праздника. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться более чем в 150 странах. Каждый год, начиная с 1992 года, праздник имеет свою определенную тему, посвященную вопросам музейной деятельности, например, таким, как незаконный вывоз музейных ценностей, роль музеев в повышении культуры общества и многие другие. В этом году тема дня – музеи как центры культуры, будущее традиций. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Саят-Нова Кяманча. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия. Все видео представлены на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!